Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы решили съездить в Турцию и послушать, посмотреть Стамбул. Ну, не знаю, нравится вам этот наш раздел или нет, но интересно, вот допустим, вот я тут не была. В Египте была, отдыхала, а в Турции нет. Поэтому вот вижу, как в Казани храм, кстати. Может, это Казань? Да. Мечатель. Ну да, мечеть, да. Извиняюсь, дорогие друзья. Ну, как бы сильно похоже. Ладно, давайте посмотрим. Вообще я люблю путешествовать, для тех, кто этого не знает. Где меня только не носило. А вот с этой стороны похожа мечеть на сердце Чечни, которая была в Чечне построена. Я знаю, я не но. Ага. Это романы. Отлично. Отлично. Я первый раз подсветку в огнях увидала в Аргоне, наверное, я вам показывал это в видео, я всегда поразилась, зачем в храмах или в мечетях подсветка. И вот сейчас вижу опять. Для тех, кто верующий и знает про это, напишите свою точку зрения или то, что вы об этом знаете. Как-то в храмах православных не принято подсвечивать храм. И про звездочку хочу сказать. Вы знаете, когда я была в Египте, ну тут правда месяц в эту сторону, когда я была в Египте, я поразилась, когда посмотрела на небо, что в наших сказках месяц, а он также на небе. А в Египте месяц был перевернут и звездочка наверху. То есть вот как в арабских сказках месяц перевернут и звездочка наверху, это все на самом деле не выдумано. Это на самом деле на небе в тот момент вот так. И вот в Турции, видите, хотя они подальше, допустим, чем, ну то есть не Египет, но тоже звездочка и тоже месяц. Но месяц, кстати, перевернут в другую сторону. А там был в эту сторону, только он лежал наполовину. А это прям Питер, когда разводят мосты и много-много лодочек, которые ждут развода мостов. Максим, тебе пора в Питер, ты уже забыл, наверное. Эх ты. А это что нам напоминает? Где мы были-то с тобой в Прибалтике? Я везде ищу сходства. В Таллине. Да? В узкие улочки. Но вот этого не было. О, люди как рыбу ловят. Там, наверное, чисто. Очень экологически чистая рыбка. Ну, друзья мои, вот мы с вами и побывали в славной стране Турция. И, ну что, в Стамбуле. Стамбул, правда, далеко от морей и океанов. Почему? Где-то в середке. Стамбул находится вообще на перешейке, который к Черному морю ведет. Ну, он же не там. Там. То есть, там море? Через него проходит суда в Черное море. Да, я что-то думала, что он где-то там. Он расположен по двум берегам этого перешейка. Ну, Стамбул, как он раньше, Константинополь назывался. Вот, знаете, я как мать вообще хочу сказать, что я не знаю географию. Слава Богу, что мои дети знают географию. Мне попался неудачный учитель, извините меня. Ну, надеюсь, что мой учитель не будет смотреть, чтобы так не обижать её. Но географию я не знаю. Я изучаю географию по своим путешествиям. Почему-то я считала, что Стамбул всё-таки не на самом берегу моря. Зато ты сказала, что Стамбул – это в Турции. Хоть что-то ты знаешь. Нет, ну это я знаю. А столица Турции? А столица Турции? А столица Турции? Ну-ка. Какая у нас столица Турции? Я забыла. Анкара. Да? Да. А столица Турции – Анкара, друзья мои. Я знаю столицу Российской Федерации. Это город Москва. А столица Австралия? Отстань от меня, не знаю. Ну, на этом мы и закончим. Всем пока. Путешествуйте, друзья мои.